Испания, Фегерас, Дом-музей, это даже не Дом-музей, а Театр-музей Дали Вот перед вами, за моей спиной, я подозреваю, что мы сделаем, наверное, целый отдельный репортаж об этом музее Потому что личность Дали очень неоднозначная, одиозная и нужно посвятить этому много времени Внутри в Театре-музее Дали, вот вы можете посмотреть убранство этого театра Есть мой Ролл-Сойс Дали, даже не будет, все жилые с ним могут, куда? Посмотри, полазить по ним Сите, иди на муне, я хочу, что я не буду. В этом городе, в деле, мы не будем помочь эффективно. В реакции этого земля, мы можем помочь эффективно. Но все scribные не могут идти к инопорции, а играть в Комму, а в Комму. Все-таки осознал весь сюрреализм с льготурой Таюшки, от которого я видно с Голдазина. Если вы можете смотреть сейчас на экран, то абсолютно четко просматривается лицо. В итоге или никто не повлияет? Нет, сейчас просто открутал. Я так сделаю. Но если чуть сдвинуться после толку камеры, то просматривается лицо. Но вот когда смотришь на эту картину без объектива, то абсолютно часто просматривается только лишь спина и голову. Не знаю, интуитивно тут написано бросьте какую-то денежку и что-то начнет происходить. Пробуем. Свидетели 20 центов. Работы 20 центов. А теперь назад. А назад надо? Нет, не надо. Ну, наверное, нужно быть вдали, чтобы зарабатывать по 20 центов за механическую грушку. А теперь. А теперь. А теперь. Я хочу сказать, что абсолютно небольшие размеры у этих известных работ. Обратите внимание. Вот. Для сравнения. Здравствуйте. Еще сломались с ним не yaptов, ведь тамじゃ Здесь тоже можно проследить некую сюрность Сальвадора. Вот здесь одна картина, вот вторая картина, а посередине стоит зеркало. Это зеркало собирают воедино две эти картины. Третья, которую мы видим по центру, ее не существует. Ну, каждый может придумать себе свою историю о том, что это обозначает. Ну, может быть, это некая иллюзорность нашего восприятия, один из вариантов. Ну, нужно отметить, что Дали в начале своей точки отдавал дань таким великим метрам, как Матису, Гогену, там дальше Пехаса, Пехаса, там за поворотом есть а-ля Лебаск, Чемнюн. Мне рассказала очень длинную историю про эту картину, как она ее видит. Я бы за это не додумался, но что-то прикольное в ее рассказе есть. Суть в том, что как бы он сидел, смотрел вдаль, облака, кинули в тень на скатерть, на которой лежала его там пища, где-то в балете была церковь. Эти облака отразились в мечтах, напоминающих кукол церкви. А он потом, это знак Бога, кто-то мне позвонил Бог. И вот он нарисовал вот этот телефон. Ну, смешно, но прикольно. Здесь у нас комната с украшением, которая сделана по его эскизам. Здесь темно, поэтому не могу сухому это показать. Ну и так, на камере не сильно прикольно все это смотрится. Если будет возможность, все это посетите, посмотрите. Было достаточно прикольно, как всегда. А вот у нас Джон Пехот, его верный Санчо Панцер. И вот такое обрамление. Надя будет сейчас совершенно сумасшедшим. Да, я не знаю. Но его инсталляция, я изменил свое мнение с водой доли. Его инсталляции прикольные, очень-очень. Я очень часто это слово упоминаю, но картины, можно сказать, требуют особого там разбора. А вот инсталляция. Вот образ спутника на ракушке нарисован. Вот объем, это просто наклеенная ракушка на кусок мрамора, на котором дальше теневая. А может быть, я даже тут полагаю, что теневая уже была на этом куске мрамора. И он подложил ракушку, написал лицо и получилась вот такая картинка. Посмотрю, где перспективы его графических работ. Я не буду показывать все, я тут очень много. Но можно так выделить, что это некая карикатура на кроведческие пороки. Забавно. Вот опять же, это инсталляция по отдельности, которая не имеет особого смысла. А если ее рассматривать целиком, находясь здесь, то у вас мысленность приходит. В таких основных центральных залах, там наверху ступенька, в целом очереди, стоит уникальное стекло. И вот на этот весь зал надо будет смотреть через увеличительное стекло. А вот мы заняли очередь, посмотрим, какую иллюзию нам из кайфера праздали, а там вам расскажу. У меня сейчас только пришло. Мы, скорее всего, должны увидеть через эту луку некое лицо, которое абсолютно не видно в этой постановке. Никто не обращает внимания, что все мы вышли и вышли к неопределённому груду верблюду, а смотреть на это лицо будет ни на что иное, как через верблюжий телец. Не сильно как бы все отличается, не сильно это видно, что это лицо, но всю идиоткость своего положения ты понимаешь точно. Субтитры создавал DimaTorzok Подытожив, можно сказать, что я, не побоюсь сказать этого слова, поменял своё отношение к Сальвадору Далике, к его творчеству, но смотреть его нужно не в репродукции, а именно в том формате, как он эти картины, свои работы задумывал. Ещё раз повторюсь, не знаю, как это вот насчёт живописи, но насчёт того, что он неимоверно крут в своей инсталляции, это точно, рекомендую вам посетить этот музей. Спасибо.